Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru Как-то я делала для вас видео-обзор о том, какие тренды существуют в мире сережек. Посмотрите это видео здесь в подсказках, может быть вам захочется его пересмотреть. И тогда я получила от вас очень такой позитивный, положительный отклик. Вы попросили сделать обзор трендов в сфере бижутерии, в сфере браслетов. Какие браслеты сейчас модные, что делают дизайнеры. Давайте вместе с вами посмотрим и вдохновимся. Поехали! Смотрела я свой любимый Farfetch и заметила, что очень много браслетов сделаны с использованием разных шнуров. Сейчас покажу вам, какие меня больше всего зацепили. Итак, посмотрим первый тренд шнуры. Браслет Versace на шнуре сделан по типу шамбалы. Ну, прикольненько так, да. Шнур здесь похож на такой бащеный. 245 долларов. У нас, кстати, был похожий браслет, можно посмотреть в подсказках. Ссылка на видео. На красном шнуре, правда, но тоже модно. Так, дальше у нас Balenciaga. 195 фунтов стерлингов. Сколько это у нас рублей? Прикольно. Дальше Аннелис Михельсон. Надеюсь, правильно я сказала. О, парашютный шнур, паракорд. 104 фунта. Valentino Garavani. 320 фунтов. Красиво. Если вы хотите такой мастер-класс, как сделать похожие браслеты, напишите в комментариях. Я вам покажу. Мы делали такие уже очень много лет назад. Кстати, интересно, из чего это сделано. Goldstone Rockstat Embelishment. Непонятно. Фабрик и металл. А, ну, короче, ткань и металл. Бусины металлические. Так, что у нас там дальше? Смотрим. Tori Burge. О, прикольно. Прикольно. Смотрите, сколько здесь всего наверчено. 18 карат gold plated. То есть, золотое покрытие. 243 фунта. Это сколько у нас рублей? Классно смотрится. Сейчас посмотрим, из чего это. Резинфабрик брас. То есть, бусины-то пластиковые. Прикольно. 24-каратное покрытие. Это просто для красного словца. На самом деле это латунь. Просто позолоченная латунь. Едем дальше. Смотрим, что у нас еще со шнурами придумали дизайнеры. О, Nealaya Jewelry. Ммм, с глазом. Тоже по типу шамбала. Вообще шамбала, похоже, опять вернулась. И опять плотно обосновалась. Смотрите уже, какой по счету браслет в этом стиле мы с вами видим. Так что да, если вы хотите, чтобы я показала вам, как такое плести, пишите комментарии. Я покажу. 169 фунтов стерлингов. Здесь что-то интересненькое. Это любимые мною, драгоценные мои любимые сваровские. Посмотрите, сваровский дульчис. 95 фунтов. Как-то совсем прям даже дешево по сравнению с предыдущими браслетами. Очень даже красиво. Мне нравится. Мне есть такая сережка. Тоже видите, да, здесь шнур и кристаллы. Ну, сваровский не нуждается в представлении. Мы все их прекрасно знаем. О, браслет на красной нити от Валентина. А? А у нас был браслет на красной нити от птички. 170 фунтов стерлингов, НДС включен. А, ну, здесь понятно, почему так дорого. Здесь же инкрустированный логотип. Голд-тон хардвер. Вот, просто золотистого цвета фурнитура. подвеска, 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 adjustable wrist strap, меняющийся размер, synthetic crystal embellishment. С, короче, синтетическими кристаллами украшено. Что еще у нас есть в этой теме, в теме шнуров? Вот этот браслет тоже очень интересный. Очень похож на предыдущий. 120 фунтов стерлингов. Ну, 120 фунтов стерлингов. Просто вдумайтесь в это. Я сейчас не осознаю. Я сейчас просто не осознаю эти цифры. Пока я в стерлингах смотрю, мне кажется, что нормально. Это же браслет на красной нити за 120 фунтов стерлингов. А что за подвеска-то? Хотя бы она золотая? За эти деньги она хотя бы золотая? Нет, просто золотистого цвета фурнитуры написано. Gold Tone Hardware. А, подождите. Gold Plated Sterling Silver. Все. Это серебро, покрытое золотом. Ну, тогда понятно, за что такие деньги платятся. Все понятно. Едем дальше. Что у нас тут еще? Моника Винадер. Я буду по-русски называть. Не знаю, как правильно произносится. Смотрите, прикольно. Шнур, на нем бусинки. Сколько стоит? 140. А самое главное, что я вспоминаю, что такие бусины продаются у нас в магазине greenbird.ru. Ссылка на них я, кстати, могу оставить в описании под этим видео. Так, а что это за бусины? Давайте посмотрим. А-а-а. Ну да. Это серебро, покрытое золотом. Все понятно. Понятно, за что такие деньги. Ого, вот это красота. 109. Вообще за даром. А, это мулине, да? Ого, это реально мулине. Это прям вообще мулине. Просто самое настоящее мулине. Ого. Это прям реально тренд. Очень много браслетов таких. Так, дальше что у нас тут? О, на Балинтиагу похоже. Интересно, кто у кого вообще дизайн первый, да? Сваровал. И как они, кстати, интересно реагируют на такие вещи. Типа, это было у нас. Мы были первыми. 1017 Alix 9SM. Бренд называется. Первый раз я сейчас такой бренд вижу. 160 фунтов стерлингов. Вот, выбирайте. Хотите Балинтиагу, чтобы написано было, или вот это вот шифр. Просто серебристого цвета. Плашка. Даже не серебро. Короче, поняли, да? Шнуры в тренде. Шнуры прям задорого и у многих дизайнеров встречаются. Вот, например, еще я нашла вот такой браслет. Сейчас покажу вам. 102 фунта стерлинга. Где-то здесь будет подсказка, сколько это стоит в рублях, потому что я не совсем разбираюсь. Кстати, посмотрите. Просто, о, как будто, да, нитка грифин с кримпами. Точно, вообще огонь. И трубочка вот эта вот. Трубочка, у нас же была трубочка. У нас была трубочка. Даже мастер-класс. Или вышел уже, или планируется вот-вот с такой трубочкой. Просто такая длинная ниточка, которую два раза оборачиваешь вокруг руки. И это стоит 102 фунта. Так, дальше, еще последний браслет вам покажу в этом тренде. И поедем дальше. Вот, леграм 148 фунтов. Тоже шнурок. И лого. Повязал такую черную ниточку и ходишь. Модный. Так что вот, повязывайте ниточки и будете ходить модные. А ниточки можно купить у нас в магазине greenbird.ru. Я оставлю под этим видео ссылку на категорию. У нас продаются и черные шнуры, и красные шнуры, и разные-разные-разные. Можете купить, привязать. И будет красота. И даже малине у нас тоже есть. И не хлопковая, между прочим, а шелковая. Посмотрели на шнуры хлопковые, теперь посмотрим на кожаные. Следующий тренд, это кожаные шнуры. Очень много браслетов тоже сделано с кожаными шнурами. Например, вот этот, посмотрите. Tori Burge. 165 фунтов стерлингов. Ну, фурнитура наверняка опять какая-нибудь латунь позолоченная. Сейчас посмотрим. А, да, латунь. Латунь и кожа. Красота. Дальше еще кожаный браслет. Хотела вам показать вот такой же, вот того же дизайнера. Но видите, здесь кожа немножко отличается. Она такая уже плоская. Тоже здесь эти бусины-логотипы. 148. Вот можно выбрать, какой вам нравится больше. Этот или предыдущий. Еще вот с кожей я хотела вам показать такой. От Saint Laurent. 330. Вот, это мне нравится. О, ракушка Каури. Знакомая. У нас такие продаются, по-моему, да, только поярче. Наши-то поярче будут. Валентина. Вот это красиво, да. Такая классика. Это уже классика, реально, да. 260 фунтов стерлингов. Больше 20 тысяч рублей за вот такой вот браслет. Ну, симпатичный, смотрю, почему же скажешь. Еще один тренд. Крупные цепи. Очень много браслетов делаются с крупными цепями. Давайте смотреть, какие именно дизайнеры. Например, вот Пакарабаны. 310 фунтов стерлингов. А цепочка сделана из латуни. Просто 30 тысяч рублей с плюсом, да, за цепочку из латуни. То едем дальше, смотрим, что еще у нас есть. Лаура Ломбарди. Вот, тоже цепочка. О, я вижу знакомый карабин. Как ребенок хлопает в ладоши, радует. То есть, у нас такие продаются. Я видела их у нас. Красиво. 120 всего-то. Чего это сделано? Латунь, покрытая золотом. Дальше еще вот такой интересный браслетик. Смотрите, кстати, прикольно, да. Здесь сочетание двух видов цепочек. Цепочка со стразами. Прицеплена к цепочке крупной. И здесь еще такой вот кусочек другой цепи. То есть, видите, разные цепи в одном украшении. Это как у Джейми Оливера был рецепт идеального салата. Нужно положить зелень, которая мягкая. Зелень, которая хрустящая. Вот так же и здесь с браслетом тоже получается, да. Цепочку такую массивную. Цепочку кристальную. Цепочку тоненькую. И получилась красота. Сколько стоит? А, 65 вообще. Круто. Мне нравится. А, это тот же самый дизайнер. Тоже, видите, кристаллы. Прикольно. В цепочку вплетена такая цепочка кристальная. Мне нравится, как это сделано. Классно выглядит. Такое светлое золото. Симпатично. Короче, увидите крупную цепочку. Увидите кристальную цепочку. Берите, жените их. И будет красота, будет модно. Еще вот такая есть. Форте-форте с бисером. Смотрите, прикольная. Тут одно звено, похоже, сделано из проволоки. И на него нанизаны жемчужины и бисер. То есть, жемчуг с бисером в сочетании все еще появляется в дизайнерских украшениях. Да, вот видите, как это выглядит. Красиво. 150. Вот еще марни прикольная. Смотрите-ка, здесь, по-моему, металл. 232 фунта стерлинга. Сделано из пластик и просто золотистого цвета металлические части. Вот, какая разница вам, из чего это сделано. Просто красиво бери и носи. Из 284. Это какой-то супер бренд, да, я первый раз такое слышу. Мне все время хочется, чтобы за 284 увидеть, что там золотишко, какой-нибудь серебришко. Но нет, просто золотистого цвета, серебристого цвета металл. Просто. Из чего это сделано? Из металла. Написано на сайте поврадовца. И, кстати, видите, да, сочетается опять два цвета. Два цвета металла. Золотистый и серебристый в одном. Это все еще тренд. Это все еще модно. Надевайте. А, вот как у меня, да, на двухцветного, на двухцветные швензы Конго. Разного цвета всяких подвесок. На золото надевайте серебро, на серебро надевайте золото и будьте самыми модными. Давайте посмотрим еще, какие цепочки есть. Браслеты с цепями. О, J.W. Андерсон 270. Замок, тоггл и два цвета металла. Вот, на руке выглядит прикольно. О, опять. Опять очень похоже на Марни, по-моему, да, только здесь 450 фунтов термингов. Ну, за такие-то деньги хотя бы здесь золото будет. Давайте посмотрим. Нет, просто золотистого цвета, серебристого цвета металл. Написано, сделано из металла. Прикольно. Ну, видите, опять, да, тренд. Два цвета металла и разные цепочки. Цепочка тонкая, цепочка такая массивная. Берите на вооружение, делайте. Подобного рода украшения это все еще в моде. Еще три браслета хочу вам показать. Тоже на тему цепочек. Вот такой вот за 802 фунта стерлингов. Вот смотришь на него и сразу прям понятно. Дорого выглядит. Понятно, за что платишь. Смотрите, какая прикольная черная цепь. Что за бренд? А, Parts of Four. Ну, это серебро. Это стерлинговое серебро матовое. И дерево. Еще вот такой интересный браслет. Не знаю, как произнести. Coupe, cap, de couer. Не знаю, как правильно говорить. По-французски не изучала. А сколько стоит? 125 всего лишь. Сначала покажи браслет за 800. Потом покажи за 125. И будешь уже, ой, это всего лишь. Беру, беру. Всего сколько там? 8000 рублей. Заворачивайся. Заворачивайся. Вообще ни о чем. Серьезно. Видите, здесь такая красивая подвесочка висит. С логотипом бренда. Треугольничек такой. И жемчужины вставленные. Ну, красиво сделано. Интересно очень сделано. Давайте посмотрим, как на руке это смотрится. А, он еще такой крупный. То есть, прям такая крупная массивная цепь с жемчугом. Видите, тоже жемчуг все еще в украшениях. Мне кажется, жемчуг всегда будет в украшениях. А, сделано в Великобритании. С жемчуга и покрытый золотом латунь. Вот. И последний браслет я хотела вам тоже показать на тему цепочек. Это вот такой вот APM Monaco. Просто зацените. 228 фунтов стерлингов. О, ну красиво на руке смотрится. Но что-то мне это напоминает. Где-то я похожие замки уже видела. Если честно. Да и цепочки тоже. Все это инкрустировано. Все это очень красиво. Ну, вот и все. Первую часть украшений я вам показала. Останавливаем запись сейчас. Потому что у меня еще целый огромный список украшений, которые я хотела вам показать. Будет часть 2 и, наверное, даже часть 3. Потому что слишком много всего интересного. Наделали дизайнеры. А самое главное, что смотришь, смотришь на этот Warfetch. На все эти украшения. И как бы не хотелось, понимаешь, что заказать ты их не можешь. По крайней мере сюда, с доставкой в Россию. Все. Отрубили рубли. Говорят, нет, нет, нет. В Россию мы не отправляем. Поэтому что нам остается? Только проявлять смекалку и делать своих собственных паков, рабанов. Здесь у нас новые производители. Я надеюсь, что кто-то из вас сейчас вдохновится вообще всем этим. Всей этой ситуацией, всеми этими украшениями возьмет и создаст свой собственный бренд. И будет потом продавать на этом Warfetch лет через 5-10 свои украшения за такие деньги. Желаю вам этого всем. Мы будем вам в этом активно помогать. Заходите к нам в интернет-магазин greenbird.ru. Смотрите, у нас есть очень много разных фурнитуры, бусин, всего-всего-всего. Несмотря на кризис, несмотря на тяжелую ситуацию, мы продолжаем искать для вас самые лучшие материалы из тех, до которых мы можем дотянуться. Так что украшайте себя, подруг, весь мир вокруг и заходите сюда потом. Смотрите часть 2. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!